Почему беспокойно? Я что-то сегодня от Луки читал Так, да Поехали 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 Вон с утра Серьё был Посмотрел по Как говорится По расписанию Заходим, братья, заходим Детскую освободитель Закройте дверь Пустую В комнату Двери, двери Двери, двери При мудрости Вон 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 Ну, премудрые Все, кто премудрые Заходи сюда Кончайте разговаривать Потом будем говорить Здесь тоже пообщаемся Заходим сюда Доходим, братья, сёстры Ну что это такое Девять часов Нет, уже все полетели Куда полетели-то? Заходим Доходим 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 Глаз вопиющего Пустыня Царю небесный Утешителю Души истины И живезисы И вся исполняй Сокровище благих И жизни богателю Приди все лисяны И очистены от всякие скверны И спаси Блажей души Наша Милостивый Господь Молим Тебя Именем Господа нашего Иисуса Христа Прибудь с нами И благослови наше собрание И мысли наши Направь к горнему Господи На Тебя уповаем Тебе за все хвала Отец Сын и Дух Святой Аминь Аминь Как же мы не ценим то, что имеем, а? Потом будем жалеть Ждем палки от Господа Заходим все туда Диабетики тоже заходим Успеете Утробу свою усложить Никто ничего не усложидает А насильно Вину не будешь От своего загонять палку Каждый идет Кто хочет Тот и идет Но однако Предупреждать надо тоже Ненасильно Никого не затащишь Понятно Вы можете продолжать свое Действие Действие И вообще не нужно Остановись, сестра Сегодняшнее чтение Евангелие от Марка Глава 8 Мы снимаем Стихистри Ну, я, значит, сказал неправильно, да? Он читал правильно, читал, да? Я, значит, его салатом. Евангелие от Марка Глава 8 стихи с 34 по 38 Глава 9 стихи 1 и 2 Восьмая глава Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Стихи 34 и 38 И подозвав народ с учениками своими, сказал им Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Направляет речь главным образом против Петра Ты не обдобряешь того, что я беру крест А я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину Призываю не на зло, а на добро А потому, кто не хочет, тот не достоин сего Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо Кто отвергается другого кого-либо? Отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних Тот, хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы, и мы ради его презирали своего тела и не щадили его Хотя бы били или порицали его Да возьмет крест свой, сказано То есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни А как многих распинали и разбойников То присовокупляет, что с распятием должно иметь и другие добродетели Ибо это означает слова «следуй за мной» Так как повеление предавать себя на смерть показалось быть тяжким и жестоким То Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник, казнимый или самоубийца В всем случае смерть будет не ради меня Тот, говорит, обретет душу свою Между тем, как думающий приобресть душу Погубит ее, если во время мучения не устоит Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь Ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно Спасение нельзя купить никаким богатством Иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою Отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени И таким образом искупился бы Но такой выкуп там невозможен Здесь заграждаются уста и тех Которые вслед за оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее После того, как они окажутся соразмерно грехам своим Накажутся соразмерно грехам своим Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу И мучатся только в той мере, сколько нужно, будто бы для удовлетворения за грехи Недовольно одной внутренней веры Требуется и исповедание уст Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение То есть освящение души посредством веры И освящение тела посредством исповедания Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим Того и он постыдится Признает недостойным своим рабом Когда придет уже не в смиренном виде Не в уничижении, в котором являлся здесь прежде И за которое некоторые следят за его Но в славе и с воинством ангельским Преображение есть не что иное Как предзнаменование второго пришествия Так просияет в то время он сам Так просияют и праведники Глава 9, стихи 1 и 2 И сказал им Истинно говорю вам Есть некоторые из стоящих здесь Которые не вкусят смерти Как уже увидят Царствие Божие Пришедшее в силе И по прошествии дней шести Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна И возвел на гору высокую особо их одних И преобразился перед ними Одежды его сделались блистающими Весьма белыми, как снег Как на земле белильщик не может выбелить Толкование Евангелист Лука говорит, что это было Спустя восемь дней Впрочем, он не противоречит Марку Но совершенно согласен с ним Речь его обнимает и тот день В который Господь возвестил О предстоявшем преображении своем И тот, в который он возвел учеников на гору Тогда, как Марк говорит об одних промежуточных днях Самое преображение Разумея не как существенное изменение вида Христова Но как озарение его незреченным светом Причем естественный вид его Оставался тот же, как и прежде Богу нашему слава Слава веке Аминь Вопрос ко всем присутствующим Кто сегодня загнан сюда Насильно трапезную Именно мы сами идем с радостью С радостью идем Просто не успеваем Смирение тебе нужно, сестра моя дорогая Смирение Нету смирения Кто на тебя кричит Я развеяла Зачем говорить было Я заходила уже Я вот стою рядом Так ты можешь помолчать немножко или нет Кто бы знал, что ты диабетик Я про тебя сказал Я про тебя сказал Я про тебя сказал Ну еще говори, давай, говори Я буду молчать Силком врать Силком врать никого не загонишь А мы с радостью идем И так, но время маленькое нам надо Чтоб собраться Взять блокнот Взять ручку Одежду какую-то одеть Потому что холодно Кому-то надо в туалет Кому-то водички действительно попить Потому что человеку плохо И каждый знает И каждый знает, что надо зайти на собрание Но если вот силком все время Заходите, заходите, заходите Только отбить желание можно Потому что вот ничего Вот по мне так Привлечь надо с радостью Так, ну Рену я уже отбью от собрания Кого еще отбила от собрания? Да не передергивайте вы друг друга Давайте дальше Давайте Не надо Вы друг друга цепляете Чтоб они правы В чем я не прав? Ну говори Уже прямо крики Я хочу сказать Сегодня была проповедь Я отчитал Первая проповедь О чем была? Я живу уже не по плоти Это первое впечатление было Да Первая проповедь Вторая не осуждалась Подробно Иоанн Златоуст говорит О свойствах греха А вот Одно из свойств Не было перечислено Какое? И по-моему оно самое главное Свойство греха Ненасытимость 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 Правильно сказать И каждый из нас Вот испытывал это Да Вот здесь такой грех Сластолюбия Под ядочком сидит он там Бес И нас заставляет Вот это Вот знаешь Что тебе это вредно А вот сладко Вот оно Усложидает Твой Ожен Чувства И еще хочется Еще Еще И Трудно отказаться От этого И победить Это Свойство И всякие раз И вот И говорение В храме тоже Что говорит Господь Жены ваши В храмах Да? Молчат И много раз Уже говорили Сестры Молчите Нет Нужно говорить А он повод Найдет для вас Поговорить О чем Жены ваши В храмах Замолчат Ибо Не позволено Им говорить А быть в подчинении Как и закон Говорит 1 колинфянам 14-34 Вот встанут Прямо в дверях Непременно нужно встать И начинать беседу Если хотите поговорить У нас ведь нету Такого возможности Отойти подальше Вот Туда В сторону Кухни Чтобы не стояли у порока Чтобы это не было Опять же звучание В храме То ли Такой грех Вот я не знаю У меня один раз Сын мой Когда мы с ним Делали ремонт Купил дорогую дверь И я наступил На порог Он Обязательно Нужно на порог наступать Что ли Заметьте Кто из нас Не наступает на порог Я что и не наступаю На порог Вот мне один раз Сделал замечание Потому что Не потому что Это дорогая дверь А посмотрите Все пороги Они все отшапаны Везде В квартирах у вас И дома И везде Потому что Трудно что ли Переступить Через порог Это не грех Это просто Нашего Невнимания Незисциплинированное Дисциплинированное Дисциплинированное Она везде Должна быть И никого не должен Никто не должен Встречать Заходите Заходите Отсразу Дошли И все И помолчать Можно тоже Вот никак Не держится Язык Ну одним словом Я напомнил вам Что Любой грех Имеет Такое Главное качество Как Ненасытимость И с этим Сложно Бороться А стало быть Нужно избегать его Изначально Это Такого греха Так О боляющих Вспомнили всех Да? Кого еще не вспомнили Кто из того Которые Добунов Добунов Игорь Владимирович Хвораев Его Сон Ну путешествующих Еще не Не сказали Там не записали А Игнатий Тихонович Володя и Николай Не путешествуют Где? Когда? Сегодня? Сегодня возвращаются уже? Нет Едут Они еще не Они еще не выехали Сейчас Они после службы Ну приедут Скажите Мы сегодня Путешествовать будем Путешествующие Значит Ну понятно Что они сюда Сюда 10 Ой Юля Я смотрю Смотрю Думаю Нет Подожди Да куда они путешествуют Они там По поселкам Путешествуют Проповед В Капровском районе Понятно Ну они что Путешествующие Так И еще С завтрашнего дня Наша сестра Опять путешествует Да Галина Да Сестра Путешествует Завтрашнего дня Да Завтрашнего дня Так что молимся Я напишу в группу Попаду Да Можно я тогда скажу Да конечно Я буду путешествовать с супругом Со второго по тринадцать Прошу ваших молитв Чтоб на все было воля Божия И благословение Божия Поездка у нас делового характера Поэтому прошу ваших молитв Пожалуйста Молитесь Спасибо Христосу Не важно Молитесь Зачем Путешествие и все Ну главное Чтобы путешествие Чтобы Господь сохранил А куда Зачем Это уже Десятые вопросы Это личные вопросы Не всегда нужно Посвящать В них Это вот так же Как болеют А что А где болит у тебя Там пятка болит Или еще какой Повыше Там орган болит Ну уже так же интересно Кто чем грешил Ах ты грешил Вон ты грехиолога нам грешил Мы начинаем размышлять Да Константин тоже путешествует Константин путешествующий Сколько он еще путешествует Они заканчивают уже работу Если все благополучно Господь позволит В понедельник Подпишут все документы Акты Просто там Где они это сделали Там Не все можно подписать Нужно ехать в город А городские Все организации Не работают По выходным Поэтому Они в пятницу закончили Но только теперь В понедельник Когда оформят И тогда Какой город Они подписаны Чита Когда все закончат Тогда Если благополучно Если будут билеты То вторник Либо среда Акту Мадир Господь Люба Любовь Петровна Хвалиться Прошу О ней Двух сестер О ее сестре Состояние Конечно Очень тяжелое Медицина Не может Оказать помощь Не знает А к Богу Она никак А к Богу Она никак Господь Да Медицина Не умеет Призывать к Богу Чтобы обратились к Богу Они слушать не хотят Интересно У нее крест на шее Висит Я говорю Олечка У тебя же крест висит Она говорит Это ничего для меня Не значит А вот крест висит Какой-то должен быть щелчок В ее жизни Ну вот ждет Господь Когда этот щелчок Произойдет Так уже дальше Некуда Так вот смотрю Из болящих Крося пришла Она прям вот так Похудела Видно что Хворает Явно Выздоравливающая Реконволюсцент По-медицински А где сестра? На работе На работе Братья сегодня явились Хорошо Появились Как у вас дела? Расскажите Ты вчера не работал? Вчера нет Поменять ее Нет Почему? По идее Я вроде как должен был Сегодня Но мне там Поменяли весь график Там получается Последние две недели Были прям Очень сложные В плане работы И то что У нас Один мальчик заболел У него какие-то проблемы с сердцем Он лежал у нас буквально Вот через дорогу В кардиоцентре И все Он уволился Потом по состоянию здоровья Потому что у него что-то там Проблемы с сердцем Из-за этого давления У него постоянно Альтернативщик тоже? Нет Альтернативщик Ну этот тоже Он уже выздоровел Слава Богу И у нас еще одна женщина ушла В отпуск Из-за этого Из-за того что Одна ушла в отпуск Еще один заболел Второй лежит в больнице Навалилось просто кошмарно У меня я посчитал Обычно там получается В неделю Два дежурства выходят Суточно Но в этот раз я посчитал У меня за месяц Вышло 11 дежурств И причем 7 Вышло на последние две недели Я буквально Сутки через сутки Сутки через сутки Два дня отдыхаешь Сутки через сутки И так пошло Это буквально В один Это Понедельник Это на позапрошлую неделю У меня просто там Сил моральных не хватило Буквально домой Вот так вот Приполз Потому что Там какой-то кошмар случился Причем обычно В воскресенье Суббота Понедельник Они не особо сложные Там единственная сложность Это Все палаты Все 20 помыть И коридор 100 метров Это самое сложное Еще потому что Бегаешь Процедуры Кровь отнести Анализы собрать А вот тут Из операционной Привезли женщину У нее кровавый У нас начался Другую рвет кровью От одного К другому К третьему Набегался Я буквально Чуть ли ночь Там не спал Это было ужасно А сейчас там Получается Я не знаю Что произошло А это увеличивает Зарплату Естественно Я не знаю Что там сейчас Произошло Мне так толком Сестра Хозяйка не объяснила Там получается У них что-то Какие-то проблемы С палатой Потому что Часто Мне вот постоянно Буквально Я полы иду мыть В палатах Мне постоянно говорят Вы у нас единственные Кто полы нормально Моет У нас единственные Кто полы нормально Моет Все в основном Серединку про тот Но этот Ну жалуются Я буквально Чуть ли не в каждой палате Такое слышу В общем Кто-то пожаловался То ли сестре Хозяйке То ли еще Этот повыше Кому В общем Сейчас этот Разнос Получили многие У нас в Понедельник Будет собрание У санитаров У нас получается Потому что Мальчик один уволился Будут еще брать Санитаров А меня определили Как и другого Мальчика Который по службе Со мной идет Будем работать в день То есть Не сутками А в день Девять часов Так что Буду у вас чаще Появляться Ну слава богу Понедельник Пятница Работаю Все Дежурство Вообще Не привлекать Не буду Сказали Пожелание Если нужно Захотешь Заработать Пожалуйста Можно Ставаться На следующем Слава богу Как у тебя дела Практику закончил На пятерку сдал А дальше А дальше Заболел Все Утро 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 Недели Болел И пропустил Много Сейчас Нагоняю Уголь купили Уголь купили Молодцы Катушку выкопали Все Сыпали Все Сыпали Погреб Погреб работает Не заводился Нет Погреб у нас Не работает Они работают Куда Они у нас На веранде Стоят Возле печки Она там суха Возле печки А что с погребом Случилось Хороший погреб Что-то он Весь влажный Заваливается Нашел рассыпаться Надо копаться Слышь А проще Это Под домом Расширить Погреб Сделать Подполь Подполь А ну Подполь Там же прохладнее Что же у печки Держать Вырастет Все И пропал Нет Не в этом плане Это имеется ввиду Возле печки Оно сухо Не в плане того Что она прорастет Она там не настолько тепло Глазно На веранде Это же печка Стреляет Но веранде Это временно Ведь заморский Временно Потом вкусим Подполь Ну главное Чтобы не пропал Урожай Так он собрать Собрали Чтобы он Не проросл И не замерзла И съедать Быстрее Да До февраля Как папа Куда-то Он служба не ходит И как Не знаем Не замечали По крайней мере Потому что Он общается С вами вообще Хоть как-то Общается Но сложно С ним общаться Он постоянно Ругается Говорит Этот Как сказать Заставляет Типа Убираться Порядок Сам Такого Молодец Командовать Командовать Командует Но своим личным примером Обычно не показывает Вас заставляет У меня в машине Лежит инструмент Под задним сидением Но он там Как сказать Не прям Аккуратно Сложен Потому что Ну там нельзя Аккуратно Сложить Она же Во время езды Машина Все равно Тричется И смешивается Инструмент Он ругается Да Он ругается Из-за этого А ящика Какого-то У меня нету Куда его положить Слушай Ну так Сколько он стоит Ящик Ездит Конечно Что и будет Надо приобрести Он правильно Нестор Ты не пошел Учиться На программе Нет Я буду от колледжа Задавать Там шансы Будешь сдать Сдать проще А от колледжа На каком курсе Учат Третий А ты сейчас На втором На следующий год Той Ну либо Я не знаю Там вообще Неопределенно Либо от третьего курса А ты просишь Сейчас-то Попросить Может тебя В порядке Исключения Аши наезд Будут на машине В крам Приезжать Проще Конечно И раз Ты ее По мелочам Сделать Папа-то не бьет Сейчас Не на что Ему пока что Он себе телевизор Купил Большой И сейчас За него Уплачиваем На втором этаже Живет Нет Почему там Труба Через этот Проходит Через Комнату И у него Еще Обогреватель Хороший Зимой Нет Зимой Мы Все-таки Ему советую Спуститься Но По желанию Как хочет Сосление Водяное Так же Проходит На зиму Я говорю Труба Через это Проходит Труба Горячая Труба Как обычно Отопление Труба От этой Идет От печь Она утепленная Мы Получается Когда мы Дом этот Строили Мы Эту Комнату Специально Сделали Утеплили Еще Когда мы С нижнего С первого этажа Переселились Туда И пока Делали ремонт На первом этаже Мы жили В этой комнате Она утепленная Она хорошая Понятно Чисто Нужен паяльник Ну Молодцы Что Учитесь Работаете У тебя Что Бывается Нормально? Да Хорошо Много Пропустила Поборез Ну Неделю Чуть Больше Недели Ну Так Ты На каком Курсе? На Последнем 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 Последний Курс А Распределение У вас Какое Бывает Какие Места Распределяются По Городу Я Точно Не скажу Как Они Распределяют Они Договариваются С Какими То Организациями Но Ты Не по Целевому Учишься Нет Она Сама Распределится Конечно Она Сама Выбирать Место Работы Сейчас В каждой Больнице Куча Вакансий Медсестер Сейчас Свои сестры Найти Работу Вообще Ну у нас Водили Пару Раз В тот Жидар На Экскурсию Там Все Зазывают Что Они Водили Даже Там Есть Преследие Вакансий Они Везде Ну там Вдаре Там Другие Условия Многие Хотят Попасть Далеко Далеко Ездить До Короче Понятно Так Еще Кого мы Не вспомнили О болящих Кто нуждается Нашей помощи Ну помните Надежду Ивановну Помните Надежду Ивановну Брата Николая Сегодня едем Туда И к Антонине И с Ватяной И с Ватяной Еще мест нету Все Согласно С купленным билетам Надо заранее Поговорить Кто просился Заранее Тех Я провести Ты говорила С Николаем Да Мы с ним Разговаривали На неделю Он не сам звонил Я говорила Что мы планируем Ну да Вот там По вопросу По звоню Звонил Вот И вчера Я ему написала Что сегодня Планирую Приехать Хорошо И с дочерью Антониной Светиан Тоже мы договорились Я провести С вами От нас Поклон Передобав Всем поклон Антонине Николаю Надежде Вы у нас Проведете Зоня Потому что Вдруг Мы там И так Вот так Мяу 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 Так Места Мало С разрешением Так Еще У кого Есть информация Просьба Пожелание Благодарение Господу Занятие Это будет Да Пройдете Более Валер Ну Никого Нету Сделай Включение Какое Включение Я Повезю Нам Пойдет Так Нету Никого Большого Ну Все Обычно Завершаем Застой Есть Акова Истину Благодарение 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 Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распорий, от беззакония, которое встанет, останови делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, так же посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должное, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави до суды Твоей в России за то, что оставили Тебя и Слово Твоей, и Девчонную Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Егова. Дух Твой Твой даноставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочию. Господи, научи нас семикратно, Евгений, прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Кристос.